Уже в 2020 году программа обновленного содержания для первого класса должна быть переведена на латинскую графику. В соответствии с поручением главы государства система образования постепенно перейдет на латинницу. График перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования утвержден апрельским приказом министра образования и науки Республики Казахстан. Он уже вступил в силу и обязывает департаменты дошкольного и среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования обеспечить переход обучения на латинский алфавит до 2025 года. В конце прошлого года принято решение о переводе казахского языка на латиницу. 20 февраля этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ и утвердил вариант алфавита с 32 буквами. Какая работа проведена с тех пор? На вопрос, волнующий многих, мы ответим в нашем сегодняшнем выпуске. От двух первых версий, предложенных в прошлом году, утвержденный алфавит отличается отсутствием апострофов и минимальным количеством диграфов. Новая буквенная система содержит 32 буквы. Шесть из девяти специфических казахских букв отмечены надстрочными штрихами. Также введены два диграфа для обозначения звуков «ш» и «ч». Как рассказали разработчики, такое обозначение давно действует, а значит, будет привычным. В первой половине 2018 года самые основные работы велись по подготовке концепции орфографии, сфода орфографических правил казахского языка на латинской графике. Мы эти работы проводим с января. У рабочей группы уже было несколько соглашений, прошли заседания. На основании этого сейчас ученые пришли к компромиссу, который вскоре должен вылиться в один общий проект. Со временем последнего ученого совета прошло полтора месяца. К концу мая должен быть доработан проект правил для новой графики казахского языка. Он должен соответствовать принятой концепции. Проект будет представлен на подобной встрече, организованной Комитетом развития языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта. Конференция планируется на 8 июня. По итогам данной конференции после общественных обсуждений будет принята языковая концепция. После этого наша группа перейдет непосредственно к созданию подробного сфода орфографических правил. Конечно, будут учтены наработки, сделанные ранее нашими классиками. Учтем основу, заложенную Ахметом Байтурсыновым. То, что было совершено в советскую эпоху, не стоит полностью исключать, так как имеется научная основа. Она создавалась для того, чтобы приспособить прежний алфавит к природе казахского языка и особенностям его звуковой специфики. В пока еще действующем казахском алфавите на основе кириллицы 42 буквы. При том, что звуков в казахском языке 28. 9 из них гласные, остальные согласные. Такими графемами, как Ша, Ща, мягкий и твердый знак, нечего было обозначать. Ученые об этом знали, однако алфавит был принят в соответствии с языковой реформой 1956 года. Позже эти буквы понадобились для написания заимствованных слов. В новом алфавите нет отдельных графем для обозначения таких звуков, как Ю, Я и Ш. Руководитель Координационного методического центра развития языков рассказывает, что его коллеги приложили все усилия, чтобы новый вариант алфавита был максимально близок к версии, предложенной Ахметом Байтурсыновым. Кроме того, ученые стремятся восстановить языковые искажения, которые возникли при переводе казахского языка на кириллицу. Примерно через 3-3,5 месяца, где-то к сентябрю, будем готов в проект «Правил». Готовится подробный и окончательный проект. Его направят для ознакомления всем ученым, не только членам рабочей группы, но и другим ведущим специалистам, сотрудникам научно-исследовательских центров, имеющих отношение к языкознанию, а также во все вузы и центры обучения, то есть всем специалистам языковой сферы. В течение месяца мы будем принимать и отрабатывать их замечания, критику, предложения. И после этого еще раз встретимся с рабочей группой. Если все будет благополучно, в конце года утвердим новые правила орфографии. Члены рабочей группы отмечают, что при разработке грамматики на основе латиницы установленные нормы, а также глубина государственного языка сохранится. При этом языковеды отмечают, что поэтапный переход на латинскую графику позволит наиболее качественно внедрить свод грамматических правил. В координационно-методическом центре рассказывают, что осенью в Назарбаев университете начнется работа по повышению квалификации всего учительского корпуса страны. Будет ли замена апострофам новой казахской графики? Такой вопрос особенно часто задают. Замена апострофов не допускается, так как на сегодняшний день пока еще не вышли орфографические правила для латинской графики казахского языка. Поэтому как будет писаться каждое слово, пока неизвестно. Как только ученые уточнят все нюансы правописания, только после этого начнется работа по переходу. Порядок написания и произношения будет утвержден на основе правил, подготовленных специалистами. К апробации новых правил приглашаются сотрудники Министерства образования и науки, преподаватели и студенты университетов и колледжей, а также ученики школ и учебных центров. Мы же в настоящее время проводим мониторинг, чтобы выяснить, исходя из каких принципов создавать учебники, какие факторы важны в обучении языку. Например, в настоящее время идет переработка учебного пособия «Казахсюзе». Оно состоит из четырех книг. Изучающий казахский язык начинает с лексического минимума 137 слов и постепенно доходит до 1500 слов. Овладев этим минимумом, представитель любой нации сможет выучить казахский язык до уровня B1 и свободно изъясняться. Следующий ряд проблем, с которыми сталкивается рабочая группа, связаны с терминологией. За эти пять месяцев ученые провели 4-5 собраний. Их проводил сам министр Ерлан Сагадиев. Нужно определить принципы составления терминов. Основной же вопрос – это переводить или не переводить термины. Как вы знаете, Ельбасы подверг критике чрезмерное увлечение дословными переводами терминов и неологизмов. По возможности облегчить терминологию, обеспечить гибкость языка в словообразовании – такова цель специалистов-филологов. Уже готов проект принципов создания терминов. Этот документ собираются представить общественности на конференции, которая запланирована на 8 июня. Третья рабочая группа – группа методической работы. Было несколько заседаний. В них приняли участие Министерство образования и науки, Национальный центр повышения квалификации Орлеу, Академия образования имени Эбрая Алтанцарина, Центр Охулок, Назарбаев университет, Назарбаев интеллектуальные школы в другие школы для одаренных детей. То есть вопросом занимаются лучшие преподаватели передовых школ. Теперь вопрос – где проводить апробацию? Выбор пал на несколько учебных заведений. Четвертая рабочая группа – это группа экспертного и информационного сопровождения. Сейчас специалисты этой группы активно проводят информационное сопровождение. О переходе на новую графику рассказывают в средствах массовой информации путем интернета и телеинтервью, а также размещают статьи в газетах. Кроме того, встречи с населением по этому вопросу проводятся в госучреждениях. В эпоху научно-технического развития мы уже не представляем свою жизнь без гаджетов. Поэтому новая графика казахского языка разрабатывается с учетом удобства ввода слов через клавиатуру, компьютера и смартфона. Разработчики уделяют большое внимание техническим нормам. На предстоящем собрании в июне будет представлен проект клавиатуры, удобный для латинской графики казахского языка. Концепция правил орфографии – это непростая работа, но мы максимально мобилизовали свои силы. К примеру, в орфографической группе 31 человек, в методической – 17-18 человек, в терминологической – примерно такое же количество. В четвертой группе – техника информационного сопровождения, более 30 новых членов. Таким образом, в предстоящем заседании примут участие более 90 членов рабочей группы. Координационный центр «Тельхазна» реорганизован в коммерческое акционерное общество «Тельхазна». То есть его штатное расписание увеличилось, материально-техническая база улучшается. Сейчас мы работаем над привлечением квалифицированных специалистов. Министрам определено, что будут привлекаться ученые, доктора наук и кандидаты наук. Задача нашего поколения – это все богатое литературное языковое наследие – передать будущим поколениям. Пусть то, что ранее начертано в кириллице или в другой графической системе, сохранится. Это наша главная задача, как специалистов языкознания. Это наследие нужно передать без искажения, в том же состоянии. Произведения будут жить в будущих веках столько, насколько жизнеспособны мысли и идеи автора. А мы ждем правил нового алфавита. С ними станет ясно, как правильно произносить и грамотно писать родные слова на латинской графике. Редактор субтитров А.Семкин